Болонский университет, старейший непрерывно существующий университет Европы, находится в итальянском городе Болония. В арабском мире конкурентом Болонского является университет Аль-Карауин, старейший непрерывно существующий университет в мире. Однако в отличие от европейских, арабские религиозные школы не выдавали дипломов от имени самого учебного заведения. Входят в европейские университетские ассоциации у трехтской сети Европы и УМ. История возникновения правовой школы в Болонии, как и в других крупных центрах Италии, издревле изучали римское право и проводили его в жизнь. Точная дата основания университета неизвестна, но несомненно, что в Болонии существовала школа свободных искусств, пользовавшаяся особенной известностью в Иксе-Эксаевиках, где ученики в виде дополнительных занятий в курсе риторики изучали римское право. Начало глубокому изучению права положил Ирнерий в конце XI столетия. Этот Ирнерий был преподавателем в школе свободных искусств. Изучив сам, без помощи учителя юстинианого права, он приобрел репутацию легиста. По свидетельству от Фруа, Болонского юриста XIII столетия, сочинение которого содержит исторические сведения относительно предшествовавших ему профессоров, Ирнерий открыл специальную юридическую школу по просьбе графини Матильды, бывшей владельницы Тоскана и части Ломбардии. Вполне правдоподобно, что эта принцесса, будучи сторонницей папы римского, была против приглашения в свои суды легистов из Равены, отличавшихся традиционной враждебностью к папскому престолу. Ирнерий открыл свои публичные лекции в 1088 году, который считается годом основания его института и занимал в нем кафедру до самой своей смерти. Приход известности у Ирнерии оказалось много учеников, из которых самыми знаменитыми были четыре доктора права. Бульгар Мартин Гозиа Гук и Жак де Ла Порти Ревенанти В начале XII столетия школа права в Болонии была уже популярнее Равенской. Однако еще в середине этого столетия большей славой за пределами Италии пользовалась школа свободных искусств. Но уже к концу XII века болонские профессоры права получили заметный перевес над прочими учеными Болонии и приобрели европейскую известность. Это произошло благодаря, во-первых, научным преимуществам метода преподавания и, во-вторых, покровительству германского императора Фридриха I, который также являлся королем Ломбардии и был заинтересован в поддержке авторитета римского права, на который можно было опереться в случаях домогательств короны, после Сейма в Ранкалье в 1158 году, на котором присутствовали болонские профессоры и где были урегулированы взаимные правовые отношения между императором и итальянскими городами. Фридрих дал обязательство предоставить всем студентам, изучающим в Болонии римское право, следующие льготы. Во-первых, свободно путешествовать по всем странам под эгидой его авторитета, и, во-вторых, подлежать в городе суду исключительно профессоров или епископа. Популярность у иностранных студентов, особенно северян, добавила и замечательный климат города и его развитость. Учиться приезжали не только юноши, но уже вполне взрослые семейные люди, среди них такие, как Коперник Улерих фон Гуттин, Алаандер. Коронованные особы те посылали своих детей в Болонию для изучения правоизящных искусств. Удивительными для того времени особенностями университета были невозможность поступить благодаря только своему положению, а также то, что в его недра допускали женщины и как студентки, и как преподавательницы. Стекавшиеся со всех концов Европы студенты не замедлили образовать в своей среде настоящие корпорации по образцу различных ремесленных и художественных цехов. В того времени собрание всех студенческих корпораций под общим статутом составило к концу XII века университет в Болонии. Особенности Болонского университета. Университет этот, являющийся наряду с Парижским, основанным в ту же эпоху, самым старинным в Европе, со дня своего образования имел две особенности, черты, вытекающие из самых условий при которых он образовался. Во-первых, это не была ассоциация профессоров власти, которых исключительно должны были подчиняться ученики, посещающие их лекции. Ассоциация студентов, сама выбирающая руководителя и к которым подчинялись профессоры, балонские студенты делились на две главные части ультрамонтанов и цитрамонтанов, из которых каждая ежегодно избирала ректора и совет из различных национальностей, заведовавший вместе с ним управлением и университетской юрисдикцией. Профессоры выбирались студентами на определенное время, получали гонорар по условию и обязывались не преподавать нигде, кроме балони, находясь по статуту, таким образом, в зависимости от университета и будучи лишь свободными в руководстве занятиями студентов, они могли приобрести авторитет и влияние на слушателей исключительно своими личными качествами и педагогическими талантами. Вторая особенность балонского университета состояла в том, по существу своему, что он был юридическим в противоположность парижскому, который вначале был посвящен единственно теологии. Изучение римского права, положившего начало самому университету и канонического, введенного в программу университета с XII века остались главными, если не исключительными, предметами университетского преподавания. Медицина и свободное искусство преподавались, действительно, в нем в течение XIII столетия знаменитыми профессорами, но слушатели их тем не менее считались принадлежащими юридическому университету. И только в XIV наряду с ними образовались два других университета – один – медицина и философия и два – теологии. Замечательным следствием чисто юридического характера Болонского университета было то, что он не был подчинен, подобно парижскому, верховному управлению пап, так как не было нужды в церковном разрешении для преподавания римского права, которое требовалось для занятий теологией. Однако начиная с XIII папы, оказывавшие поддержку университету в его спорах с городским управлением и утвердившие его статуты в 1253 году, в свою очередь имели над университетом известную нравственную власть и добились того, что Болонский архидиакон от их имени являлся контролером на экзаменах и при выдаче дипломов, дабы убедиться в их правильности. Расцвет самым блестящим периодом Болонской школы права был промежуток времени между началом XII столетия и второй половиной XIII, охватывающий собой лекции ирнерии преподавания гласаторства окурсиям. В этот период нашел самое широкое и плодотворное применение как в устном изложении, так и в сочинениях гласаторов новых метод обучения. В течение этого длинного периода самыми известными из гласаторов после упомянутых выше четырех докторов были Плацентин, работавший главным образом над кодексом Юстиниана и основавший школу права в Монпелье, где он и умер в 1192 году. Бургундия – один из немногих гласаторов, знавший греческий язык и переводчик греческих текстов пандектов Рожер Жан Бассиен Пиллиус. Азо, работы которого пользовались таким авторитетом, что даже сложилась поговорка. Чинон Хааса, нон Вода Апалаза, Гугулин, продолжавший работы Азо Жакбальдуини, Ро Фруа и, наконец, Акурсий, самый известный из гласаторов, знаменитый главным образом своей огромной компиляцией, в которой он резюмировал работы своих предшественников. Свою любовь к занятиям юриспруденца и Акурсий передала и детям, а дочь его – Дота до Курса. Удостойная университетом степени доктора прав и допущенная к публичному преподаванию, была первой упоминаемой в летописях университета женщиной. За ней последовали другие женщины-юристки – Битгизия, Гатсоцини, Навела да Андреа и Дэр. Одновременно с римским правом в Болонском университете с успехом шло преподавание канонического права профессорами, которые в своих лекциях и сочинениях прямо следовали методернирия. Начиная со второй половины XII столетия в актах, относящихся к Болонскому университету, встречаются имена профессоров канонического права. Около 1148 года в Болонии жил Грессан, монах, автор известных декреталей. После него ученики его покопали Руфин, Роланд Бондинелли, Гугучия, а в XIII в Ричард английский, Дамас, Танкрет, известный своим ордо Джудешариус, Бернард Пармский, Раймона Спинефора, сделались главными представителями университетского преподавания канонического права в Болонии. Некоторое время профессоры римского права и канонисты составляли два отдельных класса, но мало-помалу канонисты стали рассматривать римское право, как составную часть своего предмета. И наоборот, романистам приходилось делать ссылки в своих работах на церковные каноны. Одни и те же ученые были часто профессорами того и другого права и занимались преподаванием обеих этих отраслей права, тесно связанных между собою. В период наивысшего расцвета в Болонском университете школы права наряду с юриспруденцией начинают процветать и другие науки. Философия, латинская и греческая литература, а затем и медицина из профессоров-философов можно назвать Альбери Го, читавшего в XII в Плорентийце Лото, преподававшего одновременно с философией и физику, монаха Монета. В числе филологов Болонского университета были Гауфрида Ди Венесов, англичанин по происхождению, учивший и писавший в стихах и прозе Бон Компания, отличный знаток латинского языка. Изучение греческого языка, положившего начало эпохи гуманистов, привелось здесь раньше, чем в других итальянских университетах. Из XV века оно прочно утвердилось в Болонии, которая может гордиться тем, что в среде ее философов жил Эразм Роттердамский. В Болонии же сделала значительный шаг вперед и медицина, благодаря впервые введенному Люцином Де Луцци методу преподавания анатомии человеческого, тела и животных на трупах, на поприще занятий медицины, а затем естественными науками и отличались особенно женщины-профессоры Болонского университета, в ряду их известны. Имена Доротея Букки, занявшей после смерти своего отца Джованни Букки кафедру практической медицины и нравственной философии, и более близких к нашему времени знаменитых Болонских электрис XVIII века Лауры Басси, занимавшей кафедру в экспериментальной физике и философии, гордости Болонских женщин, соорудивших по подписке в честь своей прославленной соотечественницы памятник, которая украшает лестницу, ведущую в музее-библиотеку университета. Гаэтана Агнези, преподававшая аналитическую геометрию Анны Маранди по мужу Манселлини, известной своими работами по анатомии Марии Дали Донни, снискавшей уважение к себе Наполеона I, падение популярности. Духовный и нравственный авторитет, которым пользовались профессоры Болонской школы, сказывался не только в том успехе, который имели их лекции и сочинения, но также в том высоком положении, какой они занимали как в самой Болонии, так и за ее пределами. Они были освобождены от налогов и военной службы, хотя не были рождены в Болонии, получали все права граждан этого города. Им присвоен был титул «Доминус» в отличие от наименования магистр, которые носили профессоры школы свободных искусств, и они числились рыцарями. Многие из них принимали деятельное участие в общественных делах в качестве судей, правителей города или посланников, как например Азо, Гу Галина и Акурси, в Болонии, Бургундии, в Пизе, Бальдина, Генуэ, Рофруа, Беневинге. Но часто Болония забывала, что своим блеском она обязана университету и вступала с ним в течение 12 и 13 вв. Жестокие споры, грозившие часто уничтожить права и привилегии университета и прерывавшие занятия в нем, борьба гвельфов и гибелинов, разделившая Италию на две враждующие части, с особенной силой велась в Болонии, и университет не мог оставаться равнодушным к ней. Несмотря, однако, на эти споры и партийные раздоры, Болонская школа долго процветала и в половине 13 вв. достигла высшей точки процветания. С этого времени начинает мало-помалу изменяться направление в прежней системе гласаторов. Вместо того, чтобы предметом своих толкований брать исключительно тексты из первоисточников римского права, Теперешние профессоры принялись за истолкование глосс своих предшественников. В школе, так же как и в судах, глосса магистрали за курсе заняла место корпус джюриз. Сверх того, различные обстоятельства влияли на изменения к худшему того высокого положения, которым пользовались болонские профессоры, принимая участие в общественных делах. Они поневоле вмешивались в партийный распри и благодаря этому теряли значительную долю своего нравственного обаяния. Затем, к концу 13 в город основал несколько кафедр для публичных лекций и назначил профессорам, занявшим эти кафедры, определенную плату взамен гонорара, который платили сами студенты, и мало-помалу большинство профессоров оказалось на жаловании у города, они подпали. Таким образом, под власть городского муниципалитета, претендовавшего на регулирование профессорского преподавания, не считаясь с личными способностями преподавателей и с интересами науки, а в следующем столетии еще одна новая мера нанесла смертельный удар болонской школе. Политическая партия, все более и более захватывавшая в свои руки власть в городе, обнаружила желание предоставить право преподавания одним лишь гражданам Болонии, притом лишь членам известных фамилий очень немногочисленных. Болонский университет, таким образом, утрачивал постепенно свое превосходство в деле изучения римского права, так как самые знаменитые легисты этого времени отправились преподавать науку в Пизу, Перузу, Паду и Павию, которые оспаривали друг у друга пальму первенства. Падение болонской школы вызвало в течение 14-ти в появление на свет школы комментаторов. В лице Бартола, которая господствовала в течение 14-ти и 15-ти в, но в 16-ти в историческая школа взяла в свои руки дело гласаторов, расширив и дополнив его при помощи всех средств, которые доставляли ей история и филология, обновленные трудами гуманистов эпохи Возрождения, влияние университета. За время своего существования болонская школа оказывала огромное влияние не только на Италию, но и на всю Западную Европу. Благодаря репутации своих профессоров Болония рассматривалась как средоточие римского права. По общему мнению, только здесь можно было найти глубокое знание римских законов и церковных правил. Вот почему сюда стремилась молодежь со всех концов Европы услышать из уст самих профессоров науку права. По возвращении обратно на родину бывшие слушатели Болонского университета пропагандировали методу и доктрину гласаторов. Во Франции Пьер де Буа, Жак де Ревини, Кильон Деран в Англии, Вакариус Ричард Английский, Франциско Курси в Испании, Пон де Лорида. В Италии многочисленная группа легистов распространяют путем своих лекций и сочинений ту науку, которую они сами получили в Болонии. Даже более того, в названных странах большинство юридических факультетов были основаны по образцу Болонской школы ее профессорами. В Италии подуанский Виченский Дер, в Арагоне, в Перпеньянский, во Франции университет Монпелье, основанный плацентином в конце 12-го столетия. С конца 12-го века благодаря трудам Болонских гласаторов и их учеников все более и более расширяется на Западе рецепция римского права, которая по доктрине тогдашних ученых должна быть названа правом всеобщим, то есть рейшу скрипта, которая должна служить общему законодательству всех христианских народов. В то же время развивалось повсюду в Европе изучение канонического права, основание которому положено было Болонской школой. Если, собственно говоря, нельзя сказать, что Болонская школа вызвала вновь в 12-м столетии на свет изучение римского права, которое, в сущности, не прекращалось и в предыдущие века. Тем не менее можно утверждать, что благодаря своей методе и доктрине она в значительной степени обновила науку права и указала на законодательство, учреждение и на самые идеи европейского общества огромное влияние, которое чувствовалось на протяжении всех средних веков вплоть до самого последнего времени. Вот почему в праздновании Болонии 800-летнего юбилея ее университета мог так ярко сказаться международный характер празднества, на который откликнулся весь европейский ученый мир. Современное его положение, начало которого может быть отнесено к 1859 году, когда он вновь получил светский характер, освободившись от сильного влияния папы, очень мало напоминает старый университет. В конце XIX века в нем находились четыре факультета и целый ряд институтов, как инженерная школа, педагогическая семинария, школа политических наук. Независимо от юридического факультета, ректор назначается из среды профессоров, которых в 1888 году насчитывалось до 200. В их числе находились знаменитый итальянский поэт Кардуччи, занимавший кафедру итальянской литературы и читавший параллельно этому курсу сравнительную историю романских литератур. И женщина-электриса Джузеппина Катани и Мальвина Огоновская, профессоры славянских наречий, богатая библиотека университета заключает в себе более 200 тысяч томов. Источники Болонский университет Энциклопедический словарь Брукгауза и Ефрона 86 тонн СПБ 1890 1907 Буссьер Сентенер Дель Универсай Де Бологн Ревью Де Де Мондас 1888 Продолжение следует...